Сейчас я рад передать слово Дарье Морозовой. Дарья защищала диссертацию по патрилистике, постоянный участник успехских чтений, научных результатов, очень ответственных изданий в учебнике, в частности книга «Он о репетии». Во многом она была переведена и редактирована с паранией. Дарья Морозова, тема доклада «Божья скиния об одном антиохийском образе человеческого доступа». Прошу. Сравнивая христианское богослужение Светхозаветному, святой Иоанн Златорост заявляет об исчезновении ряда важнейших для юзбейского культа предметов. Где же книга, которая очищала их души? Они сами были книгами Нового Завета. Где сосуды служебные? Они сами. Где скиния? Опять они сами. Нам довольно странно наблюдать эти поиски предметов, которые вроде бы куда не исчезали. Книги у нас есть, сосуды есть, храм есть. Все на месте, все в порядке. Однако автор православной ритургии помогает, что подлинным соответствием лаудейского храма является не храм христианский, а сам христианин. Значит, в ветхозаветной ритургике соответствует не так наша ритургика христианская, как скорее просто жизнь христианина. Эту вот метафору скинии, особенно дорогую для святых отцов антиокийской школы, я хочу бегло рассмотреть в этом докладе. Скиния означает тень. В жаркой Палестине это и есть главная функция любой архитектуры. Посадят палящие кучи и солнца. Вспомним пророка Иону, который обошел себе прибегущий под тенью какого-то растения. Ученые спорят, что это было за растение. И потом скорбел и жабибели. Аналогично было и предназначение палаток суккот. По-гречески их также называют скинии. Которые благочестивые иудеи строили и до сих пор строят праздник кущей. Собственно, эту же функцию исполняла и тканая скиния Моисея. Это был просто большой шедер, который защищал от солнца. И даже величественный храм Соломона, с точки зрения самого царя Соломона, был просто такой тесной палаткой для встречи с тем, кого не вмещают небо и небо-небес. Малеку царя Соломона, кстати, очень интересно комментировал Сергей Аверинцев. В Киеве в лекции присутствует в Весущего. Это очень интересная лекция. Итак, жизненно важная блага для дружной страны тень. В древнем иудаизме однозначно ассоциировалась с храмом, с молитвой. Означала встречу с Богом. В ветхозаветной культуре образ скинии часто воспринимался аллегорически. Уже в свитках Кумрана и других древних ближневосточных памятниках скиния могла означать, во-первых, книгу учения, то есть Тору, во-вторых, видимую вселенную и, в-третьих, тело. В частности, тело царя, который должен родиться в доме Давида. Эти варианты интерпретации скинии вошли и в христианскую традицию. Последний образ скинии как тело нам наиболее знаком, ведь его использовал сам Христос, пророчествуя в своем воскресении. «Разрушьте храм этот, и я в три дня воздвигну его». Эти слова Господа остаются непонятны для его слушателей, но для нас, читателей, их толкует сам евангелист Иоанн. Он говорил о храме тела своего. Отношение христианских авторов к ветхозаветному образу скинии не было однозначным. Греческие авторы порой относились к иудейским скиниям довольно понеблежительно. Ведь Платон, на котором воспитывались многие из них, учил, что мы живем в мрачной пещере этого мира, и все, что мы видим, это тени на стене этой пещеры, по которой мы можем просто косвенно судить о истинных вещах. Так что платонический идеализм плохо относится к тени и вообще ко всему, что отбрасывает тень. Как замечает Монус Амкис, идеал платонизма – это мир без тени. И этот идеал был унаследован в большой части европейской философской традиции. Поэтому некоторые греческие экземиенты постоянно обыгрывали эту монемию скинии и тени. Имея в виду, конечно, превосходство христианства над тенистым миром Верхового Завета. Например, помните, как в момент преображения Петр, не зная, что сказать, предложил сделать куще для Моисея и Ильи? Так вот, с точки зрения преподобного Максима Исповедника, эти непрочные шалаши – это предписание Верхового Завета. Тени, исчезающие в свете божества. Они в Моисею и Ильи больше ничего, потому что они видят самого Христа. Однако чаще христиане все же придерживались традиционных линий интерпретации образа скинии. Верховником здесь, в большой мере, был апостол Павел. Ссылаясь сразу на три разных предхозаветных источника, он объявляет, мы – храм Бога Живого, как сказал Бог. Селюсь в них и буду ходить в них. Деяния апостолов напоминают нам, что метафору скинии Павел любил вовсе не случайно. Ведь это было в его время свой – изготовление палаток. Например, будучи в Риме, он занимался именно этой работой в мастерской своего коллеги Акилы. Вот недавно наш коллега Вячеслав Горшков поделился интересным наблюдением на Фейсбуке, что в Ветхом Завете наставниками верующих были пастухи, а в Новом Завете – уже рыбаки. И Вячеслав предположил, что эти занятия по-разному формируют взгляд человека на мир, и, соответственно, могли отобразиться как-то у нас на религиях, на иудаизме и на христианстве. Это интересная очень мысль, но тут только надо добавить, что помимо галилейских рыбаков важную роль в христианском благовестии сыграл один торсийский изкинотворец. Иоанн Златоуст напоминал, что весь мир перевернули с головы его ноги, так сказать, представители самых презренных ремесел – рыбак и изготовитель палаток. Правда, тут есть одна полемика. Некоторые ученые считают, что апостол изготовлял банальные палатки для путешествий или для военных, а другие убеждены, что Павел такой ерундой не занимался, а делал, собственно, вот эти ритуальные шатры – суккот. То есть это уже не было такое презренное ремесло в последнем случае. Ну, как бы то ни было, скинотворчество Павла похоже на вожилый заметный отпечаток на стиль его мышления. Например, в 9-й главе послания к евреям он толкует первосвященство Христа в какой-то такой сложной, неочевидной, связанной с образом иудейской эскинии. Но тот же самый образ эскинии Павел применяет и в чисто антропологическом ключе, говоря о достоинстве человека. Вспомним, как он обращался к Хоринтонам. Или вы не знаете, что тело ваше есть в храм Святого Духа, который вас, и что вы себе не принадлежите. Заметим, кстати, что он употребляет здесь термин «наос» – храм, а не, собственно, «скеней». И в этом же смысле использовались термины, ну, многие другие, например, «икима» – жилище и «скреблс» – сосун. И еще один интересный момент. Храмом он называет «то тело», как в этом стихе, «то всего человека» – «мы храм Бога». По-видимому, именно от Акостова Павла эту парадигму человека, который не принадлежит себе, позаимствовали многие христианские авторы, прежде всего сирийские, ну, и другие, конечно, тоже. Эта метафора сплошь и рядом фигурирует в сирийских грекоязычных текстах. Например, в проповедях, приписываемых Мухарию Великому или Якову Незибийскому, учителю Ефрема Синева. Тексты, которые происходят с сирийско-греческого пограничья, на котором находилась антиокийская школа. Эта образность так прочно укоренивалась в христианской традиции, стала, ну, уже настолько привычна для нас, что где-то стерлась. Но если вдуматься, она предполагает действительно шокирующую антропологию с точки зрения современного понимания человека. Вообще в науке принято противопоставлять светский гуманизм и христианский теоцентризм. Но это не совсем корректно. Известный патрулок, отец Иоанн Мейндо, показал, насколько неправомерна эта оппозиция. На самом деле, христианская картина мира также антропоцентрична, и святоотеческое учение человека, конечно, тоже можно называть гуманизмом. Но гуманизм бывает разный, антропоцентризм тоже бывает разным. Да, византийская традиция, несомненно, помещает в центрирование человека, но, пожалуй, именно человека, как в мстилище Бога. В этом смысле открыть истинное лицо человека, по сути, не так означает обнаружить какое-то его скрытое нутро, обнаружить что-то его собственное, а скорее означает рассмотреть его как сосуд чего-то иного по отношению к нему. Ну, это иное, может быть, демоническое что-то, а может быть, это совсем иное божественное что-то. Вот. Кстати, поэтому евангелист Иоанн упоминает, что Иисус знал, что вы человеки. Да, не что за человек, а Иисус знал, что вы человеки. В этом смысле патриристический гуманизм гораздо более динамичен, можно сказать, чем гуманизм секулярный. Метафора в Кении нашего широкого применения в мариологии, Могородицу очень любили сравнивать с храмом святые отцы, но это отдельная огромная тема. Ник прекрасно написал тоже Сергей Аверинцев. А мы сейчас обратимся к христологии, где специфика антиохийской головы выразилась наиболее драматично, конечно. Ключевыми для антиохийских авторов были слова евангелиста Иоанна. «Слово плоть, бысть и вселись одны». Вот здесь именно нужен славянский перевод, который точно передает оригинал. «Эскиносен эн имин». В отличие от современных, которые говорят «с нами», «среди нас». Вот еще точнее было бы сказать, «слово сотворило скини в нас». Вообще славянский перевод часто бывает более точным, безогреческим. «В нас» — это что значит? Это значит «в человеческом естестве Иисуса». Именно так читала эти слова вся патриристическая традиция, мне кажется, вся и дворожная. И тем не менее, эта метафора оставалась камнем петкновения. Сейчас попробую объяснить, почему. Метафора скини обычно употреблялась более-менее синонимично с метафорой одежды. Эти образы нередко соседствуют в тексте у одних и тех же авторов. Но все же они отсылают к совершенно разным семантическим сферам. Ведь говорят о том, как душа, например, облегается в тело. Древние авторы имели в виду что? Они имели в виду античную, несшитую одежду, которая сама по себе никакой формы не имеет. Она величественно облегает тело, пока она на человеке. Но когда она сброшена, она сразу превращается в бесформенное тряпье. Примерно так библейские авторы представляли себе катаклизмы последних дней, когда небеса обветшают, как лиза, и как одежду свернешь их, изменятся. Ясное дело, что архитектурная метафорика предполагает совершенно другое восприятие тела. Здание – это все-таки вещь в себе. Конечно, оставленный дом запустевает. Поставленный храм пугает мерзостью запустения. Однако, даже запустевший дом, и тем более храм, имеет в себе что-то такое, возможно, именно то, что Вальтер Бенгендин называл аурой. Можно задуматься, почему нас так завораживает зрелище руин. Разумеется, вся эта поэзия руина не была знакома древним. Нам ее привил уже романтизм. Византийцы в развалинах античных храмов не видели ничего, не видели никакого спокойного величия и благородной простоты, о которых писал Гегель. Для них эти разрушенные капища были просто смехотворны. Однако, существуют все-таки какие-то общекультурные архетипы. Дом или даже храм, дом или тем более храм, даже разрушенный, имеют отчетливый бытийный статус. Хочется сказать, имеет свое лицо. Собственно, в этом и состоит главная проблема метафоры тела как храма. Если метафора одежды недостаточно бытийна, чтобы говорить о человеческом естестве или о человеческом теле, то метафора скиний, пожалуй, аж через чум бытийна. Даже ипостасно. Эта проблема стала бросаться в глаза в христологических дебатах V века. Ну, безусловно, эти дебаты были такими острыми, в частности, потому что на кон было поставлено не только понимание человеческой природы Христа, но и понимание человеческого естества вообще как такового. Христология всегда неотделима от антропологии. И вот здесь, в этих дебатах, проявились ограничения обеих конкурирующих метафоров. В каком-то смысле это и привело к огромному расколу, который не залечен до сих пор. Вообще, поэтическая метафора – это страшная вещь. Это не просто картинка для пояснения чего-то профана. Ведь она ближе к той точке, где рождается мысль, и в ней обнаруживаются какие-то такие нюансы, которые страдают сухое концептуальное мышление. Итак, в данном случае логика метафоры одежды, если ее так употреблять некритически, не осознавая, скажем, ограничения этой метафоры, она может выливаться в монофизическое учение, недооценивающее человеческое тело и человека вообще. А рельефная архитектурная метафора, наоборот, может приводить к нестарианству. Ведь последователи истории ипостазировали человеческую природу Христа. Наделили ее собственным лицом, придя к такому шизофреническому, важно сказать, лечению о двух сынах. Двусмысленное использование метафоры крама ученые обнаруживают уже у таких православных деятелей, как святитель Гристафий Антиохийский, один из отцов Никийского собора. В дальнейшем последователи истории, конечно, стали применять эту метафору уже однозначно в неортодоксальном ключе. Неудивительно, что дорогая антиохийским богословам метафора Скинии стала вызывать подозрения у их главных богословских противников, Александрийцев. И чтобы вновь возбудить в себе то самое доверие и, может быть, даже милосердие оппонента, антиохийцы были вынуждены оправдывать эту ключевую для них метафору, доказывая ее почтенное происхождение. Этим занялся уважаемый Феодорик Кирский. В своем диалоге «Ерониск» он занялся практически тем же самым квестом, что и я в данном исследовании. Ну, то есть, стал искать вот эту Скинию в патриотических текстах. Только с той разницей, что у меня есть цифровая база данных, ТРГ, а у него не было. Но у него была отличная память, и в его распоряжении были многие источники, которые не сохранились до наших дней. Например, догматические произведения Евстафия Антиопийского дошли до нас только в тех фрагментах, которые привел в своем тексте Кирский епископ в поисках вот этой Скинии. Итак, Феодориту удалось показать, в общем, без труда, что человечество Христа рассматривали как Скинию или храм божества многие отцы церкви, причем не только антиохийские, как Иоанн Златоуст или святитель Флавиан Антиохийский, но и александрийские, как святитель Афанасий, и западные, как святой Ипполит Римский или святитель Амбрусий Медиаланский и многие другие. Пожалуй, цитаты из Иоанна Златоуста одни из самых ярких в этом гласкутном материале. Они очень наглядно демонстрируют, как догматические формулировки рождаются из метафоры. В данном случае из метафоры скинофорца Павла и евангелиста Иоанна, которые толкуют Иоанн Златоуст. Приведу тут пару строк. Я говорю не об изменении этого неизменяемого существа, то есть Божественной природы, а о вселении и обитании посреди нас. Обитающие не одно и то же с обитающим, а есть нечто другое. Одно вселяется в другом. Иначе не было бы и вселения, потому что ничто не вселяется в самом себе. И дальше там такой интересный текст, который предваряет, скажем так, халкидонский догмат. Таким образом, за десятки лет до Эфесского собора, до Халкидонского собора и до всех связанных с ними полемик, святитель Иоанн представляет совершенно ортодоксальное и в то же время совершенно антиохийское толкование, воплощение. Совершенно ортодоксальное и совершенно антиохийское. Потому что богословие может быть одновременно вполне православным и специфичным для определенной школы. Вот на основе этой своеобразной антиохийской христологии возник и столь же своеобразный антиохийский гуманизм, для которого, в частности, характерно созерцать человеческое тело не как ненавистную темницу души, а как скинь, в тени которой происходит встреча и единение души с Богом. Представляя себе это, писал Иоанн Золотогоуст, я часто удивляюсь и высоким предаюсь мыслям о роде человеческом, потому что вижу великие и светлые начатки, и многое попечения Божие и естествия нашим. Вот на этих прекрасных вдохновляющих словах святителя Иоанна, я завершалась в адекват, благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Вы все помните, как в Евангелии Иоанна говорится о том, что он поставил палатку свою среди нас, и это среди нас означает и между нами, и в нас. Вот это очень благотворная двойственность. И вторая очень важная тема возникает в обращении апостола Павла, когда он обращается к общине и говорит, разве вы не знаете, что вы храм Духа. И вот это вы, это одновременно сообщество собранное, и каждый из вас, и вот это сочетание персонального и общинного сообщества очень важно для того, чтобы мыслить о том, каково же это место пребывание, что означает здесь телесность каждого и корпоративность сообщества. Что вы думаете? Во-первых, я вам благодарю. Вот это вот эти Дьезра прекрасные вопросы, прекрасное рассуждение. Даже тут особо нечего добавить. Действительно, метафора с Киньей может отсылать как одной личности и общение с крестом так и по сети и по всему сообществу можно только добавить что есть еще третье значение и она была особенно актуальна для антиохийских авторов в их полемике это именно вселение божественного естества до человеческом естестве иисуса а вот об этом они особенно рассуждали ну конечно конечно же сочетание контекстами из послания апостола павла это все не могло не наводить на рассуждение и природе церкви и мистические какие-то рассуждения вот и тут интересно это дерзновение апостола павла который говорит что мы храм меня просто это удивило буквально на днях когда я готовила доклад и заглянула перевод в оригинал в перевод епископа косяна безобразовая видела что там слова мы храм тогда как все на дальнем переводе почему-то вы храм это неправильно конечно же понятно что апостол павел так наверное говорит говорит так ему позволяет множественное число когда думает обо всей церкви вот об этом единстве между единство единстве между всеми причастниками христа вот он говорит на храм что спасибо что вы там напомнили и я очень благодарю отца бросьте за его осуждение конечно почитаю почитаю книжку очень очень радостно для киевской традиции что среди нас есть такой представитель антиохийского гуманизма как дарья морозова и нет сомнения что то что мы услышали вполне автодоксально и вместе с тем пришел неологизм может даже представляет антиокиевскую дарья морозова и нет сомнения а